МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пытания подрыхтовки и проведения республиканского святок упали. Александры, сбираясь об ров 2021, обмерковали в доме прессы в Минске. Пресс-конференция ладилась в прямой интернет-трансляции. В дело с встречи принимали наместник старшини Могилевского, облаканкама Валерой Малашко, и начальник управления культуры, облаканкама Олег Стельмашок. Лайн, так что пытание организаторам республиканского святок упали, мог задать кожны, як нагадали подчас пресс-конференции, Александры, зновусь бяре сяброу 10 липеня. Святы распочнется у 11 ранецы. Экскурсии по автоматичных пляцовках, на яких можно буде ознайомиться с продукцией беларуских вытворцев, присутничать на финале республиканского конкурса у Ладар-села, побачить кермашовые забавы. Так скажем, по-новому будет подана площадка святок книги, и в этом году присоединяется и союз писателей, и презентация новых изданий, последних, так скажем, книг, последних произведений, в том числе и поэтических. Наши писатели Беларуси в этой части готовы присоединиться и активно работать на этой площадке. Приятно, в этом году к нам присоединяются кукольники, и дети младшего возраста смогут присутствовать на нескольких кукольных спектаклях, ну и постоянная вот эта анимационная зона, она тоже привлечет внимание. Увесь день будет працывать малая концертная пляцовка, а церемония открытия святы отбудется у 17 годин. У галоконцерта примутся дело заслуженные артисты Беларуси, серодеки Хруслан Алихно, Александр Солодуха, Жанет, ансамбль Песняры и зорки российской эстрады Сярога и Олег Газманов. Усяго планують реализовать с 2500 квитков, как подкреслили на пресс-конференции, билеты уже есть у продажи. Рауномерное развитие региона – прайоритет Могилевщины на ближайшие пять год. Их это тучится не только областного центра, но и агрогородков. Комфортная инфраструктура – это инвестиции, которые делают беларускую вязку больше перспективной для молодых. Запрячима в учебу у Пет-Университете у Могилеви и вось другий год, як наставник вязковой школы. Дефектолог Марея Пашкевич з мясцовых – кадзинских. Лишиць зробила правильный выбор и профессии, и что засталася на малой родиме. Вообще агрогородок Кадзина – это, можно сказать, небольшой город. Магазины, будем говорить прямо, аптеки. Это удобство, это комфорт. Хочется здесь жить, работать. Инфраструктура, якая утрымливала Бжихароу, от пероезда – перспективный бизнес-план. Транспортная совесть с городом, до якого менш за 20 километров, а яще Новобудули. Построили квартиру, там будем жить. На третьем этаже уже скоро собираемся переезжать. Детский сад, и магазины, и музыкальная школа. Поселок развивается, это видно. У стады и будовництва другая ширга великого дома, где поселятся яще и 29 шмандетных семьях. Ведать проблемы и жадания мясцовых жихароу давно стала тактикой працы на вёсце. В этом плане мы постарались, как всегда, услышать людей, услышать их желания, пожелания, проблемы. Это дороги, улучшили качество воды, ввели в строй станцию без железа, поменяли котельную. У Кадина новая котельная на Дранце. Теперь тепло поступает у квартиры без страт. Оснащена тремя котлами, которые 3,5, 3 и 1500 киловатт. В данный момент работает котел для подогрева чисто горячей воды. Ясковцы ценят такие намагания уладов. Пока ты молодой, ну да, хотелось бы вот этого движухи городской какой-нибудь, но уже когда семейный человек, что все-таки жить лучше в агрогородках. Инфраструктура развивается стремительно. Субсидии и льготные кредиты, и тот же материнский капитал, который дают на реализацию при постройке жилья. Это очень хорошо. Мы сейчас начинаем строительство так называемой блокированной жилой застройки, где гражданин не только может жить в квартире, но и иметь небольшой участок к этой квартире. Это называется застройка как по типу танхауса. А эта история, подобная на сценарий романтичного белорусско-французского фильма. Здесь будут помидоры, здесь огурчики. Парижанин с сербскими корнями дживат, ганить, а пержихар сухаров. Жанився на белорусцы, занялся фермерством. И упевнен именавито завезкой будущиня. Мы очень хотели жить именно в деревне, чтобы было свое хозяйство, чтобы была охота, рыбалка. И мы очень любим природу. Мы завели 100 курей у нас, скоты, собаки. Ну, инкубатор выращиваем цыплят. Не знаю, как это скажем, но почему все молодые люди бегают в город и не хотят остаться сюда. Но за два года, три года будут все собраться назад в деревню. Я думаю так. Держ программы «Подтримцы и Безки» различена и на ближайшие пять годов. Тому вертаться будет куда. В Сухарах сейчас будуют еще два дома. Переезжают горожане. Тульское телебачение сдымает фильм про Могилев. С 1998 года это городы-побратимы. Нас объединяет в тем лику историческая память. Нагадаем, сформирована в Туле стрелковая дивизия удельничала в героичной обороне Могилева в червине-лепине 1941 года. У Могилеви сдымочная группа стулы працевала три дни. Сдымали самые знакомитые местцы, сирот яких площадь слабый мемориал «Землянка», краезнавчий музей и, конечно, Буйницкое поле. Тут в 1941 году подчас обороны Могилева и шли жесткие бои с охопниками. Мы побывали в Иховском районе на Лучицкой высоте. Правда, там сражалась 102-я строковая дивизия, которая была из Украины. Однако во время освобождения города Могилева в 1944 году там были и наши тулики в составе 340-й стрелковой дивизии. То есть получилась такая некая закольцованность. Тулики и обороняли город в 1941 году, и освобождали его в 1944 году. То, что в червине-лепине 1941 года удалось на протяглый час спынить рух немецких войсков и тем самым затримать их наступление на Москву за слуга мощности солдат, ополченцев и мирных жахаров. Дарыши для отеля радиокомпании «Тула» – это первый исторический фильм в Беларуси. Теперь мы исправляем эту ситуацию, и он будет. И я уверена, что многие тулики смогут узнать много нового о своих собственных героях, которые уходили на войну. И наверняка узнают о том, как складывалась их судьба на Могилевщине. Попередняя назва фильма «Дняпровский рубеж». Его идея поширить досвид тульчан про историю города-побратима Могилева. Сергей Пеклин, Александр Тарасов. Новины региона. Могилевский водитель Александр Халинский на европейской трассе вырытывал жизнь незнайомому коллегу. Здарение отбылось на полночи Франции. Оказалось, что водитель «Великогруза» не смог своечасово спыниться на дороге. Урезался у затор на магистрали и загорелся. Наш земляк, как только зауважил надзвучайное здоровье, терминово спынился, схопил в огнетушитель и кинулся на допомогу. Нашим корреспондентам удалось связаться с Александром Халинским, и он рассказал, как все было. Сбив немного пламя с водительской стороны, я заметил водителя, который в панике метался по салону. Я дернул ручку двери, но дверь оказалась заблокирована. Окно было закрыто. Тогда я принял решение и разбил огнетушителем боковое окно. Водитель смог через окно протиснуться и повиснуть на боковом зеркале, и потом спрыгнуть вниз. Я помог ему отойти на безопасное расстояние. Все происходило в считанные секунды. Обернувшись назад, я увидел, что его грузовик уже был полностью объят огнем. Моя машина была расположена параллельно пожару в 10 метрах. Глянув на свою машину, я с ужасом заметил белый дым, который шел из моего прицепа, а я перевозил макулатуру, обрезки бумаги, которые могли моментально вспыхнуть. Я поспешил к своей машине и отъехал в безопасное место. К счастью, пожара у меня не было. На Могилешине клубничный сезон. Теперь клубницы сбирают уже не только в теплицах, а и в открытом грунте. На каждой дачной грации наливаются червоным колером солодкие ягоды. А сельские приватные господары, которые делают ставку на новые готовки и передовые технологии, обещают клубницы аж до сяродины липеня. Те пошираются клубничные плантации в регионе. Расскажем в репортаже с Бялыницкого района. По дню выбера хвостлюки, так называют гэтэ поле ягоды господары. У сямейных господарцы Афаневичок каля двух гектаров земли. Из соток пять зих складают клубничные бугры. За першые некольки дзен сборы ураджаю собрали каля паусотни килограммов ранних клубниц. С урожаем у нас неплохо, так как дожди нам не помеха, пески, песчаная почва. Но с морозами тоже справились, еще по сирам было. То есть урожай есть? Урожай есть. Клубницы соспевают поступово. Головный лайфхак на сенье якобы ранить урожая птушек. Прячем клубнику от птиц, а то нам не дают покоя. Совсем не дают покоя. Поэтому приходится пользоваться такой щеткой. Татьяна Лакоматы у подсобной господарки, агроном по адукации, я надобро ведаю, что и як робить. Натиск на новые гатунки и передовые методы выросшивания – пленку и кропельный полив. Ай, ну по старинке привыкли, не верят новому. Ну вот, по крайней мере, на местном уровне. Кажется, ой, ну что там пленка? Ай, я это не буду. А как у вас такая выросла? А у меня не такая. Так поливать больше надо. Смотреть за ней, чтобы не болела. Конечно. Мать Татьяны лечит, что дети заняты своей правильной справой. А клубницы – это только початок сезону. Побач мацуется молодые виноградники, які селита потерпел от заморозков, что сдарились от первого червеня. Зато и добро зацвели ажины, які селита повинны дать урожай. И вот экспериментальный наш участок, где будут арбузы, огурцы, помидоры. Почему экспериментальный? Ну, потому что мы испытываем, что у нас будет расти и очень хорошо. Что будет добро расти, то и будут выросшивать долей. Татьяна и Александр выросшили развивать уластную подзубную господарку. Правда, в отпуск и выходные молодым людям доводится бавить на земли. Але своя справа вымахая працы. Для начала то, что мы развиваемся и то, что мы делаем, кому-то нравится. Это уже хорошо. А потом доход. А потом доход. Как вы думаете, есть за этим будущее? Ну, есть, почему нет. Люди-то кушать всегда хотят. А клубника еще и вкусная. А клубника еще и вкусная. Клубницы гатунков Альба Флер Азия буйные до 70 грамм. Сборы добрые и реализация идет добра. Клубницы будут сбирать в Белынинском районе и еще несколько дней приспрояльным на дворе. И всем желаю хорошего урожая и хорошего сезона. Илона Иванова, Александр Артемьев. Новины регионы. Первый медицинский студентский отряд начал работать на Могилевщине. Шесть студентов отримали прационное место у лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии. Тут поток людей значительно повеличился, потому что, кроме бюджетных доследований на COVID, сдать ПЦР-тесты и мкнуться те, кто выезжает за межи Беларуси. Наталья – студентка медицинского колледжа. Она региструет те, кто сдает ПЦР-тесты, чтобы выехать за межу. Кажа, работы шмата, ле минавита, жадание працевать провело Дзявчину у студентский отряд. Это получение опыта. Также это и посмотреть, как это происходит, как берут эти мазки. Сама эта регистрация, сам процесс, это вообще очень интересно и познавательно. И я рада, что я сюда попала. Усяго у медатраде працует шесть человек, у две змены на полову ставки. Так, Яна, тым, кто сдал ПЦР-тест, выписывая сертификат для выезда за межу. Я пришла сюда, так как хотела попробовать себя все-таки в работе медика до того, как выпущусь. То есть, нужно ли она мне все-таки. Работа здесь мне очень нравится. Здесь очень отзывчивый и хороший коллектив. Сколько с доследованием на ковид, что проводится у лаборатории, у месяц, складая прикладно 20 тысяч. И студенты добро допомогают справиться с великим потоком на медвольников. Также наша лаборатория выполняет регистрацию данных в программе «Путешествую без ковид» для пересечения границы в Россию, Казахстан, Кыргызстан, Армению. Помощь медработников, студотряда нам, конечно, неоценима сейчас в данный момент, потому что в летний период значительно возросло количество желающих уехать за границу, покинуть пределы Республики Беларусь. Как плануют просолодковать молодь могилёшины летом, глядите в информационно-аналитичной программе «Днями». Рыхтуйте парасоны, а лет только от солнца. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ждёт не просто солнечно, а и спякотно. В пятницу, по прогнозу, без опадков, ветер 4,9 метров за секунду. Ночные температуры прогнозуются до плюс 14 градусов, в день будет плюс 25, плюс 30. По информации об лгидромету, на надворе у могилёшины протягивает уплывать антициклон с России. Выходные, по прогнозу, отрымаются довольно спякотными. Будет солнечно, без опадков, едённые температуры складывают от плюс 27 до плюс 33 градусов. Так само распочнется и наступный тыдень. Понеделок и авторок в том же температурном режиме плюс 28, плюс 33 в день. По слову синоптика, в сираду так само до плюс 33 в день, а ли прогнозуются короткочасовые опадки. Сдаётся, после такой спёки и они будут долго чеканными. Самые актуальные новины в области на сайте тавермогилёв.кробка.бай так само в группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь, ожидаю вам доброго настроя. До встречи.